По непонятным причинам в музее отключили электричество. Зрителям приходится передвигаться по коридорам с фонариками. Это не временное неудобство, а задумка автора. Таким образом, режиссер создает эффект погружения и ощущение, что все происходящее вокруг реально. Формат эскиза сокращает расстояние между актерами и зрителями, благодаря чему герои ведут диалог со слушателем. Это нравится. И более того, ты понимаешь, туда ты двигаешься или не туда, цепляешь ты человека или не цепляешь. Но это же классно. Нет, это хорошо. Несколько героев, несколько человеческих судеб и одна ситуация. Все они однажды имели опыт общения с внеземными цивилизациями. Но рассказ героев – это не истории о летающих тарелках и паранормальных явлениях. Это простые человеческие истории и размышления о вере и смысле жизни. Вообще, сама идея мне очень нравится, потому что мы часто копаемся в формулировках, типа, что такое любовь, а есть ли она любовь. И вот как раз автор заставляет нас натолкнуться на такую вещь, что неважно, есть Бог или любовь, важно то, как мы к этому относимся. Такой формат спектакля может оказаться неожиданным для любителей классических постановок на сцене. Проект «Везде театр» создан для того, чтобы напомнить – театр – это не место, а вид искусства. Идея же в том, что театр не есть тортик, в который мы приходим, такой праздничный. Мы должны наряжаться, как куколки или кены, там неважно, кто. Мы должны приходить и нести цветочки. Нет, театр – это театр, прежде всего, скорее всего, современный театр. Это то, что взято с вне, из мира. То есть это сегодняшний день. Чтобы был сегодняшний день в театре, нужно с него снять лепнину, которую на него налепили 300 лет назад. Специфика постановки позволяет находиться в залах музея ограниченному числу зрителей. Поэтому пригласительные билеты на экспериментальную постановку закончились еще за несколько недель до показа. Нестандартные формы и смелые прочтения пьесы привлекли внимание саровских театралов. Я наш театр очень люблю. В принципе, и эксперименты мы разные уже видели, театр нашего. И материал стали брать очень интересный. Поэтому я с удовольствием пришла. Сегодня руководство театра думает над датой повторного показа эскиза спектакля по пьесе Иванова Рыпаева «Уфо». Постановка по следующему произведению современной драматургии намечена на начало следующего года. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.